Андрей Колесников, «Знания сжатом». Расскажу о книге «Психология влияния». Автор Роберт Чалдини. Книга знакомит с шестью универсальными принципами убеждения. Наша внутренняя тяга отплатить за услугу, оказанную другим человеком. Мы оглядываемся на других, чтобы утвердиться в правильности своих решений. Склонны соглашаться с теми, кто нам нравится. С большей вероятностью уступаем более авторитетному собеседнику. Стремимся к тем благам, которые менее доступны. Около 35 лет доктор Чалдини изучал эти и подобные им психологические уловки. В книге он представляет результаты своих трудов. Психология влияния – это всеобъемлющее руководство по эффективному воздействию на других людей и одновременно защита от чужих манипуляций. Три причины познакомиться с обзором. Разобраться, какие принципы делают некоторых людей убедительными. Убедительными – распознать психологические манипуляции и получить желаемое с помощью орудия влияния. Роберт Чалдини понял, что понять принцип влияния и испробовать методики воздействия можно только в тесном взаимодействии с профессионалами уступчивости. И он отправился в логово врага. В течение трех лет нанимался на работу в организации, которые торговали пылесосами, энциклопедиями, рекламными, информационными агентствами, собеседовал с успешными торговцами и наблюдал за их деятельностью. И он тоже учился называть, навязывать, уговаривать обводить людей вокруг пальцев. Роберт узнал о тысяче тактих, которые применяются для получения согласия. Затем он разделил их на шесть групп, каждая из которых соответствует одному психологическому принципу – последовательности, взаимного обмена, социального доказательства, симпатии, авторитета, дефицита. В книге много практических советов о том, как избежать воздействия профессионалов уступчивости. Примеров из жизни и кейсов. Человеческий автоматизм для животных характерны врожденные механические модели поведения. Под влиянием определенных обстоятельств в мозгу происходит щелчок, что надо вести себя определенным образом. Ученые выяснили, что материнская любовь индюшек запускается звуком чип-чик, который издают птенцы. Если птенец по какой-то причине не может издать этот звук, мать в лучшем случае будет его игнорировать, а в худшем заклюет дождь, как чужака. В то же время, если к чучелу-хорька, злейшему врагу индюшек, прикрепить динамик, из которого доносится звук чип-чик, индюшка начнет это чучело согревать и защищать, так будто это ее птенец. Но как только отключается звук, индюшка снова воспринимает хорька за врага и принимает яростно раздирать чучело клювом и когтями. У людей автоматическое поведение, как правило, приобретенное, а человеческие модели поведения более гибкие. Как у людей, так и у животных автоматические модели поведения обычно приводятся в действие каким-то одним элементом информации, который играет роль спускового крючка. Профессионалы уступчивости умеют эксплуатировать эти автоматические модели, зная о том, какие элементы их запускают. Психолог провел эксперимент с целью выяснить, в каких условиях люди чаще делают одолжение другим людям. Первоначальная гипотеза заключалась в том, что если объяснять людям причину просьбы, они охотнее пойдут навстречу. Эллин несколько раз подходила к людям в очереди, к оперовальному аппарату и просила ее пропустить. Сначала ее просьба звучала так. Пропустите, у меня всего 5 страниц. Можно мне воспользоваться ксероксом, потому что я спешу. Эффективность просьбы была очень высокой. 94% людей пропускали безочень. На второй раз Эллин сформировала просьбу иначе. Пропустите, у меня всего 5 страниц. Могу я воспользоваться ксероксом безочень? При такой постановке вопроса, лишь 60% людей проявляли великодушие. Хотя разница была только в формулировке. Я спешу, не слишком серьезная причина, потому что все спешат. Тогда Эллин предложила, что слово «потому что» был тем самым щелчком, который заставляли людей делать одолжение. Чтобы проверить эту гипотезу, психолог организовала третью часть эксперимента. Она подошла к людям в очереди и сказала «Простите, у меня 5 страниц. Могу я воспользоваться ксероксом, потому что мне надо сделать несколько копий». И снова почти все люди, 93%, согласились пропустить Эллин к оперовальному аппарату. Без очереди. Эксперимент показал, что несмотря на то, что люди не всегда действуют автоматически, определенный автоматизм присутствует в поведении каждого из нас. Профессионалы уступчивости используют также стереотипы, которые свойственны человеческому сознанию. Вот лишь некоторые из них. Образованный – значит умный. Дорогой – значит качественный. Улыбается – значит добрый. Владельца ювелирного магазина никак не могла продать украшения из бирюзы. Однажды она написала продавцу записку с просьбой снизить цены вдвое, чтобы хоть как-то даже в убыток себе избавиться от злочастных ювелирных изделий. Каково же было и удивление, когда она пришла в магазин и обнаружила, что все украшения проданы, но по цене, которая была вдвое больше начальной. Продавец неправильно понял хозяйку и увеличил цену вдвое. Просто у покупателя сработал стереотип. Дорогое – значит хорошее. Объем информации увеличивается с невероятной скоростью. Не просто быстро принять рациональные решения. Нам некогда пробовать и размышлять над выбором. И часто нам приходится исходить, используя стереотипные способы поведения, в основе которых находится информация, внушающая доверие. Профессионалы уступчивости будут все чаще пользоваться тем, что мы не можем остановиться и отложить решения. Поэтому вам важно знать о возможных уловках и о противоядиях, которых можно использовать, чтобы не стать жертвами профессионалов уступчивых. Принципы влияния. Принципы влияния могут использоваться и в мирных целях. Чтобы уговорить ребенка ложиться спать вовремя или мягко воздействовать на коллегу. Плохо, когда эти принципы применяются, чтобы заставить человека сделать что-то плохое или уговориться решить что-то хорошее, но что он делать не собирался. Например, пожертвовать деньги на благотворительность. Принцип взаимного обмана. С древних времен в человеческих сообществах принято отвечать услугой на услугу. Эта норма реализуется в принципе взаимного обмена. Все члены человеческого сообщества с детства натренировались следовать этому принципу. Те, кто решается его нарушить, обрекают себя на роль, если не изгоя, то человека, с которым предпочитают не иметь дела. Тактики, основанные на принципе взаимного обмена, состоит в том, что профессионалы уступчивости что-то дают человеку, чтобы тот почувствовал себя обязанным и легко согласился оказать ответную услугу. Принцип взаимного обмена эффективен по нескольким причинам. Он работает даже тогда, когда нам навязывают услугу, о которой вы не просили. Получив от другого человека что-либо, мы уже не можем полностью контролировать собственное решение. В результате выбор за нас делают люди, которым мы обязаны. Он может спровоцировать неравный обмен. Неприятно быть чем-то должником, поэтому люди часто оказываются более серьезную услугу, чем та, которую они получили. На принципе взаимного обмена строятся разные методики получаемого желания. Есть метод отказ-отступления. Заключается в том, что сначала предъявляется завышенное требование, которое, скорее всего, будет отвергнуто. Затем тот, кто требует, соглашается на значительные уступки. И в результате получает именно то, что ему нужно. Так, продавец электроники предлагает оформить сервисное обслуживание телевизора на 3 года. Это стоит там 3000 рублей. Но вы не готовы платить эту сумму, телевизор и так стоит там 20 тысяч. Тут продавец говорит, что есть возможность специально для вас оформить сервисное обслуживание на год всего за 1000 рублей. И около 70% покупателей соглашаются воспользоваться этим спецпредложением. Если вы увидите, что то, что вы получили не подарок, а уловка, направлено на получение чего-то, что вы не готовы дать, вы можете не считать себя обязанным и отвечать услугой на услугу или уступкой на уступку. Правило взаимного обмена теряет свою актуальность, если вас обманывают. Пример. Вам звонит женщина и представляется сотрудницей городского комитета по предотвращению пожара. И рассказывает об акции, в рамках которой сотрудники комитета ходят по квартирам, дарят слушателям огнетушители. Вы соглашаетесь, он дарит вам огнетушитель, зачем осматривает квартиру. И сообщает, что риск возникновения пожара высок. И вам стоит задуматься об установке противопожарной системы. И начинает рекламировать лучшую на свете систему. Настоящая цель этого человека – продать вам дорогую противопожарную систему. А огнетушитель – это уловка, а не услуга. Значит, вас обманули. Можете смело прощаться с продавцом противопожарной системы, а огнетушитель оставить себе как компенсацию за обман. Камреважер просит вас хотя бы дать телефон из знакомых, которые хотели бы получить огнетушитель, он использует тактику отказ от ступления. Можете не давать. Следующий принцип – последовательность. Все мы хотим быть и выглядеть последовательно. Это высоко ценится в обществе, делает человека проще, позволяет сформировать стереотипы поведения сложных ситуаций. Из-за своего стремления выглядеть последовательно в глазах других людей мы нередко попадаем в ловушку. Мы берем на себя обязательства, а потом вынуждены соглашаться с требованиями, которые сопутствуют этому обязательству. Профессионалы уступчивости хотят добиться от нас определенного поведения и мастерски подталкивают нас принять соответствующую точку зрения. Особенно эффективны публичные обязательства. Даже если вы приняли ошибочные обязательства, очень непросто это признать. Но проще придумать оправдание, чтобы убедить самих себя в правильности своего выбора. Некоторые люди продолжают выполнять обязательства, даже когда обстоятельства меняются. Это называется тактикой низкого мяча. Пообещать что-то, что заставит собеседника предпринять ответные действия, а потом не сдержать обещанного. Так, к примеру, жены алкоголиков часто попадают в эту ловушку. Иван клянется, что бросит пить, если его супруга Анна заберет из суда заявление о разводе. Иван даже какое-то время не пьет, а потом возвращается к прежнему образу жизни. А Анна, которая передумала разводиться, поверив обещаниям Ивана, боится показаться непоследовательной. Поэтому больше не думает о разводе. Окружающим женщина рассказывает, что муж теперь пьет намного меньше, приносит кофе в постель, гуляет с собакой. Чтобы диагностировать у себя ложную последовательность, нужно научиться замечать сигналы, которые поступают в мозг из желудка и сердца. Желудок говорит нам о том, что нас используют в корыстных целях. Хотят заставить сделать то, что мы не хотим делать. Услышав голов в желудке, сосет под ложечкой, смело сообщайте собеседнику, что раскрыли его корыстный замысел. Пример. Партнеры пригласили вас на новогоднюю вечеринку и пытаются между делом добиться подписания выгодного для себя контракта. Но то, что вы пришли на праздник, не повод брать на себя дополнительные обязательства. К сердцу стоит прислушиваться, когда у нас есть сомнения относительно уже принятых обязательств. Задайте себе вопрос, стал бы я брать на себя обязательства, если бы я знал то, что знаю сейчас. Вернемся к пьющему Ивану и всепрощающей Анне. Если Анна задать себе вопрос, стала бы я забирать заявление о разводе, если бы знала, что муж продолжит пить, но будет гулять с собакой, приносить кофе в постель, пить немного меньше, она получит очевидный ответ о том, что ей следует делать. Следующее. Принцип социального доказательства. Люди в своих поступках часто руководствуются действиями других людей в аналогичных ситуациях. Принцип социального доказательства основан на природной склонности людей к подражанию. Принцип социального доказательства работает при наличии двух факторов. Неуверенности, не зная, что делать, повторить то, что делают другие. И похожести на других. Мои коллеги, родственники делают это, и значит я сделаю. Принцип социального доказательства заставляет людей выходить на акции протеста или даже совершать массовые самоубийства. Так, в 1977 году лидер секта Народный храм преподобный Джим Джонс переехал с членами организации из Сан-Франциско в джунгли в Южной Америке. В скором времени три члена его группы были убиты. Лидер секты произнес речь, призывающий последователей к массам самоубийств. Лишь единицы сектантов спаслись бегством. Остальные 910 человек спокойно подходили к емкости с ядовитым лимонадом и наливали смертельный напиток себе и своим детям. А потом спокойно ждали смерть. Чтобы избежать губительного влияния социальных доказательств, вам необходимо научиться распознавать ложные свидетельства, работать над самооценкой и иметь собственное мнение по поводу любых событий и явлений. Не идти на поводу у толпы только потому, что эти люди чем-то похожи на вас. Следующий принцип симпатии. Мы скорее согласимся с человеком, который нам симпатичный, чем с тем, кто вызывает у нас негативные эмоции. Профессионал уступчивости умеет выглядеть привлекательными и дружелюбными. Привлекательность бывает разной. Внешняя привлекательность побуждает нас приписывать человеку различные положительные черты. Например, ум и великодушие. Поэтому симпатичным людям проще убеждать окружающих. Нам также кажутся привлекательными люди, которые похожи на нас. Люди, которые нас хвалят. Знакомый человек всегда привлекательнее, чем незнакомый. Особенно симпатичны нам люди, с которыми мы познакомились с ситуацией, вызывающей положительные эмоции. Человек, вызывающий положительные ассоциации, имеет больше санкций завоевать наше доверие. Такой воровкой на доверие может стать родственник вашего друга или игрок любимой футбольной команды. В основе методики добрый и злой следователь лежит принцип симпатии. Добрый следователь угощает чаем и ведет с вами душеспасительные беседы. В условиях тюрьмы, на контрасте со злым следователем, добрый следователь представляется настоящим спасителем. Вы уверены, что ему можно рассказать правду. Если он хочет что-то подписать, можно подписывать не читая. Важно контролировать и анализировать свои отношения к людям, которые вызывают симпатию. Попробуйте отделить симпатичного вам человека от его просьбы. И спросите себя, а стал бы я это делать, если бы меня попросил кто-то другой? Следующий принцип авторитетов. Традиция подчиняться авторитетам уходит корнями в древние времена, когда членам общества внушали, что повиновение авторитетом это общественная норма, которая не обсуждается. Слабым людям только рады подчиняться реальным или мифическим боссам. А в этом случае не нужно самим думать, сомневаться, принимать решения и брать на себя ответственность. Они покорно следуют указаниям тех, кого общество считает мудрым и сильным. На людей влияет не только сам авторитет, но и его символы. Титулы, должности, бренд одежды, марка автомобиля. Если человек обладает каким-то символом авторитета, окружающие относятся к нему с большим уважением. Даже если этот символ не его заслуга, или он не дает своему обладателю дополнительных преимуществ. Защититься от давления какого-либо авторитета можно с помощью следующих вопросов. Является ли на самом деле этот авторитет экспертом в данной области? Вопрос смещает акцент символов авторитета и фокусирует внимание на том, что этот человек представляет собой на самом деле. Следующий вопрос. Насколько правдива его авторитетность? Вопрос относится не столько к профессиональной компетентности авторитета, сколько к его честности. Одна из известных уловок авторитетов сообщить о себе сначала негативную информацию, очень незначительную, чтобы продемонстрировать свою искренность и честность. Этот прием часто используется в рекламе. Так, например, Лореаль, наша продукция не самая дешевая, но она высшего качества. Следующий принцип. Принцип дефицита. Люди хотят обладать тем, что малодоступно и уникально. На принципе дефицита зарабатываются сотни миллионов долларов аукционные дома. И все потому, что эти вещи существуют в единственном экземпляре. Принцип дефицита эффективен по двум причинам. Вещи, которые трудно достать, обычно обладают большей ценностью, чем легкодоступные товары и услуги. И если нам что-то было доступно, а потом эту вещь забрали, мы воспринимаем это как ограничение свободы. А согласно теории реактивного сопротивления, мы реагируем на ограничение свободы с сильным желанием вновь ее обрести. Вместе с дефицитным товаром или услугой. Так, компания Procter & Gamble в течение нескольких десятилетий давала покупателям купоны на скидку при совершении следующей покупки. Но компания решила отменить купоны. И по США прокатились акции протеста покупателей. Покупатели считали получение купонов своим неотлемним правом. Хотя по данным Procter & Gamble клиенты использовали лишь 2% купонов. Люди всегда сопротивляются попыткам что-то у них отобрать, даже если это им не нужно. Психологическое реактивное сопротивление это мощный мотиватор, который пробуждает в нас разнообразные желания в течение жизни. Но более всего оно выражается, например, у двухлетних детей. Я сам и подростков. Я уже взрослый и сам все знаю. В этом возрасте люди яростно отстаивают новую степень свободы и не признают контроля и ограничения. Принцип дефицита воздействует не только на адекватную оценку вещей и эмоций, но и затрудняет анализ информации. Когда человек ограничен на доступ к информации, он начинает остро чувствовать ее недостаток и пытается снова получить к ней доступ. Труднодоступность информации заставляет людей относиться к ней позитивно. Она кажется им ценной и правдивой еще до того, как они ее получат. Осознанно противостоять влиянию этого принципа непросто. Потому что при возникновении дефицита нас захлестывают эмоции, а рациональное мышление отключается. При столкновении с дефицитом вам стоит насторожиться и оценить свое эмоциональное состояние. Не слишком ли вы нервничаете, не участился ли пульс. Осознав свое излишнее взволнованное состояние, вы можете остановиться и попытаться оценить желаемую вещь и услугу в отрыве от эмоций, связанной с реальным или надуманным дефицитом. Когда вас одолевает желание скупить полмагазина, не забывайте спросить себя. Захотел бы я купить этот костюм, если бы распродажа не заканчивалась сегодня. Итак, заключение. Животные ведут себя в соответствии с механическими моделями поведения. В определенных обстоятельствах в мозгу происходит щелчок, и животное начинает вести себя согласно определенному образцу, характерному для животных этого вида. У людей автоматические модели поведения формируются в течение жизни. И профессионалы уступчивые, продавцы, рекламные агенты, маркетологи, знают, на какую кнопку нажать, чтобы заставить человека совершить определенные действия или последовательные действия. В основе многочисленных методик воздействия на человека лежит шесть психологических принципов. Принцип взаимного обмена основан на том, что в человеческом обществе принято отвечать услугой на услугу и уступкой на уступку. Но если вы обнаружите, что услуга оказана в корыстных целях, или подарок вам сделали, чтобы навязать дорогую покупку, вы не обязаны ничего давать замену. Принцип последовательности заключается в том, что каждый хочет быть или казаться последовательным. Чтобы не совершать роковые ошибки, задайте себе вопрос, стал бы я вести себя подобным образом, если бы с самого начала знал то, что знаю сейчас. И прислушивайтесь к желудку и сердцу. Принцип социального доказательства основан на том, что мы подражаем действия на других людей, похожих в ситуации. Чтобы противостоять толпе, нужно работать над самооценкой и действовать исключительно согласно своим убеждениям. Суть принципа симпатии в том, что приятный человек может уговорить нас сделать то, что мы не стали бы делать, если бы по просьбе несимпатичного человека. Чтобы не идти на поводу у милых людей, в ситуации выбора спрашивайте себя, а стал бы я это делать, если бы меня попросил об этом другой человек. Принцип авторитета пришел к нам из древности, когда соплеменники должны были неукоснительно выполнять все повеления вожака. Ограничить влияние авторитета можно, честно ответив на вопрос, является ли на самом деле этот авторитет экспертом в данной области. Насколько продив его авторитет. Принцип дефицита связан с желанием людей получить что-то уникальное и труднодоступное. Ситуация дефицита, оцените свое эмоциональное состояние. Если вы волнуетесь, постарайтесь немного успокоить и задать себе вопрос, а не связано ли мое желание сделать это с дефицитом, или я хочу этого на самом деле. Под видео вы найдете ссылку на данную электронную книгу. Меня зовут Андрей Колесников, подписывайтесь на канал, поддерживайте канал. До новых встреч. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...